Панама Миллиардные инвестиции из США, Азии и Латинской Америки превратили Панаму из некогда колониального поселения в город небоскребов. Именно из-за впечатляющей трансформации, произошедшей за последние 10 лет, Международная Федерация по недвижимости Фиапси выбрала Панаму в качестве хозяина нынешнего Конгресса. История Фиапси Международной Федерации по недвижимости начинается с 1948 года, когда ведущие, девелоперы и специалисты по недвижимости Европы и Америки основали в Париже Международную Федерацию и провели первый интернациональный конгресс. С 1952 года конституционный статус Фиапси был признан ООН, и с тех пор это единственная организация в сфере недвижимости, которая правомощна выступать на трибуне Организации Объединенных Наций. Впоследствии в риды Фиапси вступили крупнейшие девелоперы из 40 стран, а ежегодный конгресс этой организации стал главнейшим событием в сфере недвижимости. Кульминация Конгресса Фиапси стал этот вечер, на котором награды получают самые успешные компании проекты. Оскары в сфере недвижимости. Иногда так именуют эту церемонию. Жюри из 70 членов, которые представляют 40 стран, должно выявить лучшие компании проекты в разных номинациях. Как объясняет президент Фиапси, призы Д'Экселенс одинаково желаемы для американских, азиатских и европейских мегакомпаний, хотя доступны они становятся только единицам. Побеждает наилучшее. Строгая жюри из 70 членов детально рассматривает каждого президента. А победитель определяется путем анонимного голосования. Это очень серьезная организация. Смело могу сказать, сегодня вся элита из сферы недвижимости представлена здесь. В разное время среди обладателей этой весьма важной награды были Нью-Йоркский Трамп Тауэр, музей Гуггенхейма Бильбао, парижский Диснейленд, другие очень известные архитектурные сооружения и проекты по недвижимости. Каждый победивший проект на многие годы стал визитной карточкой и туристической достопримечательностью города и страны, которую представляет. Среди них, пожалуй, самым замечательным стал музей Гуггенхейма Бильбао, ставший обладателем призов Д'Экселенс в 2001 году. Проект архитектора Фрэнка Райта до сих пор называют самым смелым и инновационным начинанием, который перевел современную архитектуру на совершенно новые рельсы. Уже в первый год после открытия музей привлек более миллиона туристов. Призом Д'Экселенс гордятся и башней Петронес. Эта успешная смесь мотивов исламского искусства и современных технологий до сегодняшнего дня является визитной карточкой Куала-Лумпур, пользующейся одинаковым успехом как у туристов, так и у голливудских режиссеров. В 1995 году победителем конкурса Фиапси стал Диснейленд, который, вопреки всем расчетам и острой критике французской прессы, со дня своего открытия стал весьма востребованным и прибыльным туристическим проектом. Церемония награждения в этом году особенная. На ней впервые была представлена компания из Грузии, и, вопреки ожиданиям многих экспертов, она стала обладателем приза Д'Экселенс. Это в целом является победой страны, так как грузинская компания получила мировое признание благодаря представленному новому проекту «Твин Тауэр», который также примечателен тем, что находится на шестом месте в мире по количеству гостиничных номеров. «Твин Тауэр» — новый проект. Гостиница, рассчитанная на 4500 апартаментов, будет шестым по величине в мировом масштабе. По словам одного из членов жюри, бывшего президента Фиапси Александра Романенко, главной причиной успеха грузинской компании кроется финансовая привлекательность ее проекта. Этот проект сочетает в себе очень много классных характеристик. Во-первых, это и архитектура, и дизайн, и новые технологии, которые используются и в строительстве, и с точки зрения, конечно, того, как проект повлиял на окружающую жизнь людей. Но самое главное, этот проект получил самый высокий балл за инвестиционную привлекательность. То есть с точки зрения именно возврата на инвестиции, с точки зрения инвестора, он получил самые высокие оценки. Это позволило ему победить. Это еще один приморский город, проходящий головокружительный путь трансформации. Прист Д'Экселенс нашел свое пристанище в Батуми, офисе грузинской компании. Я хочу представить вам приз «Оскар», присужденный нашей компанией. Руководители компании уже с этого момента имеют амбиции и цели сделать новый апарт-отель, твинтауэр, визитной карточкой Батуми и всего региона. Твинтауэр будет насчитывать 4500 гостиничных номеров, по количеству которых батумские близнецы обойдут луксор Лас-Вегаса, дворец венецианских дожей и в десятки самых больших гостиниц мира займут почетное шестое место, уступая по количеству номеров лишь Уин в Лас-Вегасе, Олстар Дисней, малазийскому Фэрс Ворлд, а также МГМ Грант и комплексу Измайлова. Каждая из них на протяжении многих лет вместе с гостиничной приобрела и функцию популярной туристической достопримечательности. Когда проект оценивается по инвестиционным параметрам, учитывается два главных показателя. Первое, как растет цена той недвижимости, в которую вкладывается инвестиция, то есть речь идет о реализационной цене. А второе, каким является стабильный доход с каждого гостиничного номера, то есть недвижимости, и, соответственно, насколько рассчитан период обратного получения вложенной инвестиции. В Дубае, США, любой европейской стране ежегодный процентный показатель обратного получения вложенной инвестиции составляет от 2 до 5 процентов. В исключительных случаях 6 процентов. Что касается нашего случая, то этот показатель достиг 25 процентов. Этот параметр установлен не только на основании наших данных. Они проверяют существующую обстановку в стране, как в плане реализации ценовой политики, так и в плане последующего оперирования при сдаче в наем конкретного номера. И вот в результате согласованности всех этих параметров, включая как архитектурную, так и инвестиционную привлекательность и гарантированность, проект нашей компании получил мировое признание. Успех грузинской девелоперной компании подтолкнул интерес к местной сфере недвижимости. По словам президента Фиапси, международное признание сейчас открывает новые возможности, как для отдельных компаний, так и для всей страны. Конечно, все больше инвесторов интересуются успешными проектами, и это положительно располагает инвесторов не только по отношению к компании-исполнителю, но и в целом по отношению к стране и ее сфере недвижимости. Наряду с новыми возможностями появляются и новые вызовы, на этот раз еще больше амбициозные и идущие к еще большим целям.